Договор дороже денег Конечно, очень оправданно, очень верно, потому что за каждой буквой предпринимательского договора стоит материальная сторона. И крайне важно, крайне нужно научиться эффективно, грамотно работать именно с договорной основой предпринимательской жизни. Надеюсь, да. Итак, по теме договор. Договор является основой предпринимательской жизни в целом. Так постановлено законодательством, так принято. Такой обычай делового оборота и предпринимательской практики на сегодняшний день у нас имеется. Отсюда и задача всех тех, кто работает в сфере бизнеса. Грамотно, правильно, эффективно работать с договорами. Прежде всего, конечно, с целью снижать риски, минимизировать возможные риски, которыми наполнена предпринимательская сфера. За счет, конечно, того, чтобы пользоваться всем огромным и интереснейшим инструментарием, который в договорной работе у нас представлен. Договор – основа предпринимательской деятельности. Отсюда и вывод, что грамотный, эффективный, правильно составленный договор – это гарантия нашей деловой безопасности. И это возможность достигнуть именно того эффективного результата, к которому стремятся участники договора. Каждый, кто работает в предпринимательской сфере, должен уметь знать и понимать, как составить работающий договор, соответствующий законодательству и подчиняющийся всем интересам коммерческим, предпринимательским, которые присутствуют у стороны по договору. Наш курс призван научить, дать понимание и навыки нашим слушателям работать самостоятельно в договорной сфере. Курс достаточно объемный, 24 часа мы для него отводим, и включает он 4 модуля. Понятия, виды и содержания гражданско-правовых договоров, которыми мы регулируем свою предпринимательскую сферу. Мы с вами поговорим о том, как строить преддоговорную работу, как начинать контакт, формировать контакт с нашим партнером, готовить договор, какие важнейшие положения заранее мы должны обсудить, каким компромиссом мы должны прийти. Крайне важно на этой стадии, на предварительной стадии нам понять, как мы будем обеспечивать, гарантировать выполнение своих интересов в будущем, когда начнем реализовывать наш договор. Далее модуль посвящен заключению гражданско-правового договора. Мы рассматриваем разные виды договоров, самые актуальные, самые часто встречающиеся и необходимые в договорной сфере. Рассматриваем их особенности, структуру, необходимые положения, которые закон в данном случае нам предлагает, где-то и диктует для применения в договорной работе. Следующий модуль – это динамика договора. Договор живет, это живой механизм, на который очень сильно влияют внешние и внутренние факторы самого разного рода. Поэтому нам надо с вами знать, быть готовыми к тому, как изменить уже заключенный договор, какие у нас для этого есть возможности, что нам позволяется законом, а какие нормы и положения мы можем сами разработать и в договор включить. Очень важный вопрос – досрочное расторжение договора. Мы его рассматриваем отдельно, мы посвящаем время данной непростой проблеме, потому что действительно именно с этим вопросом связано большинство предпринимательских конфликтов и судебных споров. Также мы рассматриваем, как нам отказаться от исполнения договора, который нас уже тяготит, не приносит желаемой прибыли, как это сделать в досудебном порядке, какие для этого у нас есть законные права. Ну и последний модуль, связанный с положениями, регулирующими исполнение договора, так как нам надо обязательно определиться, каким документом, какими действиями, какими обстоятельствами мы будем договор исполненный подтверждать. На этом этапе мы смотрим, какие у нас есть критерии надлежащего исполнения. Мы рассматриваем документарное приложение к нашим договорам, к договорам различных видов, так как на них тоже базируется большая часть доказательственная. Мы говорим об ответственности за недолжное исполнение, за неисполнение договора. Мы рассматриваем судебный порядок рассторжения договоров, судебный порядок рассмотрения договорных споров. Все договора, которые мы с вами будем анализировать, которые мы будем с вами рассматривать, все договора нас интересуют также с точки зрения налоговых последствий, так как любая сделка в предпринимательской сфере неизбежно с ними связана. И зона рисков здесь тоже очень острая. Наша задача предусмотреть возможные последствия, быть к ними готовым, понимать, что будет происходить в налоговой сфере после того, как мы реализуем данный составленный нами договор. Все материалы, которые мы с вами будем обсуждать, которые мы с вами будем изучать, непосредственно, неразрывно связаны с самой актуальной судебной практикой. Мы будем с вами смотреть, как суды трактуют и понимают определенные нормы положения законов и делового оборота, что нам надо учитывать, что нам надо знать для того, чтобы свои риски в предпринимательской сфере свести к минимуму. Вот такие у нас, в общем-то, достаточно глобальные задачи стоят. Хочу вам напомнить основные положения, которыми регулируется договорная сфера. Договор – это всегда соглашение, это всегда компромисс, это всегда обоюдное согласие, которое выражают стороны, участники договора. Как минимум стороны в договоре две, а может быть и большее количество. И наша задача при составлении договора – добиться единения, понимания всех тех условий, порядка, которые в договоре в дальнейшем будут соблюдаться. Цель договора у нас всегда и есть предмет договора, то есть конкретный результат, к которому стремятся участники, которого они хотят достичь своими усилиями, обоюдными. Но и для достижения таких целей, для того, чтобы предмет договора был реализован, необходимо, чтобы каждый из участников осуществлял необходимый объем прав и также выполнял свои обязанности. Действия совершал определенные, которые и позволят достигнуть поставленных целей. Таким образом, мы с вами рассматриваем договор как бы с нескольких точек зрения, с нескольких сторон. С одной стороны, совокупность условий, определяющих действия сторон, порядок их осуществления. А с другой стороны, договор в предпринимательской сфере – это всегда документ письменный, который составляется по определенным правилам, содержит в себе обязательные положения, нормы, которые мы должны заранее проработать, проанализировать и в договор включить. Одна из важнейших особенностей предпринимательского договора – это обязательства, которые вытекают из договора и регулируют взаимоотношения между его сторонами. Всегда одна из сторон обязана совершить определенные действия, ну, например, осуществить поставку товара, выполнить некие работы, оказать определенные услуги, сдать в аренду имущественный объект и тому подобное. А другая сторона имеет также свое обязательство оплатить полученный товар, объект аренды, который будет использовать, работу, результаты которой получит и тому подобное. У нас в предпринимательской сфере договора все возмездные предполагают взаимные действия, взаимные обязательства всех сторон предпринимательского договора. Таким образом, обязательства одной стороны порождают право другой стороны требовать их исполнения. Это очень важный законодательный принцип, который, конечно же, у нас с гражданским кодексом прежде всего установлен, и в договорной сфере активнейшим образом регулирует наши взаимоотношения. Вот мы будем тоже с этих позиций, с обязательственных позиций рассматривать договора, договорные отношения и их особенности в разных сферах применения деловой жизни. Требования к обязательствам также установлены законом и в договорной практике очень четко соблюдаются. Обязательства должны исполняться в строгом соответствии, во-первых, с условиями самого договора, которые прописывают стороны, которые устанавливают стороны. Условия могут быть самыми разнообразными, конечно. Далее договорные обязательства должны исполняться в соответствии с требованиями закона. Конечно, закон мы нарушать с вами не можем ни при каких обстоятельствах. В договорной работе, конечно же, мы также учитываем это обязательное положение. Наконец, существуют также обычаи делового оборота. Тоже достаточно серьезный актуальный фактор, который влияет на правила исполнения обязательств. Хочу вам также напомнить, что мы с вами в предпринимательской сфере можем заключить любой договор, соблюдая два важнейших правила, базовых правила. Во-первых, такой договор должен соответствовать требованиям закона, то есть не должен содержать в себе нормы и положение закон нарушающие. А во-вторых, такой договор не должен нарушать права и интересы иных лиц. Вот, собственно, два таких серьезнейших базовых, две серьезнейших базовых нормы, которыми мы всегда должны руководствоваться, создавая предпринимательский договор. Во всем остальном стороны достаточно свободны и могут руководствоваться своими интересами, своими предпринимательскими целями, которые, конечно же, в результате должны быть обязательно реализованы. Для того мы в договорные отношения и вступаем. Правила заключения договоров имеют очень древнюю историю. Созданные человечеством значительное время назад претерпевали разнообразные изменения эти правила, но, однако, суть их осталась неизменной и общечеловеческой. И в гражданском законодательстве Российской Федерации точно так же мы опираемся на вот такие общие демократические нормы, которые регулируют договорную сферу. Во-первых, мы говорим с вами о свободе договора. Повторюсь, договор может быть абсолютно с любыми условиями, главное, чтобы они не нарушали закон и не нарушали права иных лиц. Во всем остальном стороны договора свободны и могут включать любые условия в свой договор, которые закону не противоречат. К заключению договора никого нельзя принуждать. Только своей волей, только своим желанием сторона по договору может в договор вступать. Ну и отсюда вытекает ясное абсолютно положение о том, что стороны сами выбирают себе партнеров для заключения договора, партнеров для осуществления своих предпринимательских целей. И так же в договорной сфере мы с вами наблюдаем, как эта норма живет. Следующее правило. Закон обратной силы не имеет. Оно очень важно для договорной сферы, так как у нас весьма живое изменяющееся законодательство в Российской Федерации. Мы с вами наблюдаем постоянно изменения разнообразные. Такой живой организм, очень четко и чутко реагирующий на изменения социальные, общественные, политические, экономические и всякого иного рода. Поэтому, собственно, мы видим так много перемен и изменений в постоянном таком режиме. Договорная сфера защищена от таких перемен, от таких изменений именно данным положением. Положением о том, что закон обратной силы не имеет. Изменения законодательства, которые вступают в силу уже после того, как договор между сторонами заключен, ни в коем случае не отменяют его норм и положений. В этом плане сторонам договора дано право выбирать. Они могут внести в свой договор необходимые изменения, чтобы он соответствовал новым нормам закона, новым положениям закона, но только в том случае, если они это пожелают. Если они этого не захотят сделать, закон их не обязывает вносить какие-либо изменения. Они могут жить и реализовывать свой договор на тех условиях, которые были заключены ранее, до вступления в силу новых положений и норм закона. Также очень важным являются существенные условия договора. Они есть в любом договоре. Ну, надо сказать, что они для каждого договора свои. Да, конечно. Неужели что? The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ага, спасибо. Они для каждого договора свои. Могут быть самыми разнообразными, но для всех договоров в обязательном порядке существенным является его предмет, то есть тот результат, на который стороны бросают свои усилия, действия определенные предпринимают, чтобы его достичь, а также те условия, которые в обязательном порядке сторонами должны быть согласованы, по которым сторонами должен быть достигнут компромисс, совместное решение. Для каждого договора есть ряд условий, установленных законом. Мы их будем обсуждать. Плюс те условия, которые сами стороны определяют, как существенные, на которых свое внимание особым образом захотят остановить. Еще очень важная особенность предпринимательских договоров – это, конечно же, ответственность. Ответственность по договору. Все дело в том, что в нашей обыденной жизни, не связанной с бизнесом, мы, конечно, бывает, что не исполняем своих обязательств, не выполняем своих обещаний, всякое случается. И, в общем, нельзя сказать, чтобы это приводило к каким-то пагубным, тяжелым последствиям. В договорной предпринимательской работе, увы, установлены гораздо более жесткие требования. Неисполнение одной из сторон по договору условий, либо недолжное исполнение условий договора, влечет за собой ответственность материального характера. Это всегда денежные средства. Санкции, которые выражаются в виде взысканий, в виде неустоек, пени, штрафов, каких-либо иных форм, с помощью которых, форм взысканий, форм ответственности, с помощью которых сторона потерпевшая должна получить компенсацию от стороны виновной. И вот эта рисковая часть, связанная с неисполнением, с недолжным исполнением обязательств, тоже будет предметом нашего особого интереса, так как мы должны с вами рассмотреть все механизмы, которые защищают права и законные интересы сторон по договору, которые позволяют компенсировать вот такое недолжное исполнение, но, с другой стороны, которые не позволяют злоупотреблять правом и взыскивать более, чем на самом деле получен ущерб, а понесены убытки. Очень интересная вот данная часть наших занятий, очень важная, поэтому мы уделяем время этому вопросу, чтобы в нем очень правильно, очень так грамотно разобраться. Напомню вам, что существенные условия договора крайне важны, поскольку без их согласования договор у нас будет считаться незаключенным, а значит, не будет порождать никаких правовых последствий. Для каждого договора существенными условиями будут набор своих положений, это может быть цена, а может и не быть, это могут быть сроки исполнения договора, может быть порядок, условия исполнения договора, какие-то особенности, связанные с конкретными индивидуальными сторонами договора и их требованиями друг к другу. Могут быть еще какие-либо иные условия по усмотрению сторон. И нам для того, чтобы договор считался заключенным, чтобы был достигнут необходимый сторонам результат, нужно будет очень много внимания уделить вот этим существенным условием, чтобы не упустить, не пропустить самое главное. Любой договор имеет определенную структуру, которая также складывалась достаточно долгое время, выработана человечеством достаточно давно, мы с вами пользуемся уже, так сказать, предложенным шаблоном, он очень удобен, логичен, конечно же, оправдан вот столь долгим сроком применения. Договор – это описание правил поведения сторон для того, чтобы был достигнут предмет договора, его цель, его результат. В любом договоре есть преамбула, самая его первая часть, в которой мы видим информацию о том, кто является сторонами по договору, какие лица представляют данные стороны, на каких основаниях, на основании каких документов, как мы называем данные стороны, да, и, собственно, вот такая информация, иногда прям были реквизиты тоже участников, мы с вами наблюдаем, такая информация является очень важной, к этой части договора тоже всегда пристальное внимание, для того, чтобы договор был легитимным, законным, необходимо, чтобы каждая из сторон имела достаточные полномочия для его заключения. И это в преамбуле, конечно, мы все должны отразить. Далее предмет договора, тот самый результат, та самая цель, ради которых стороны в договорные отношения вступают, четко и ясно прописываем эту часть. Далее права и обязанности сторон. Именно те действия, которые стороны должны предпринять, принять для того, чтобы результата договора достичь. Положения, связанные с ценой и порядком расчетов, у нас не для всех договоров являются условиями существенными, однако для того, чтобы ясно и четко формулировать положение договора, мы должны с вами понимать, как будет происходить оплата, при каких условиях, в какой момент одна сторона становится обязанной оплатить то, что сделала другая сторона, и тому подобное важнейшее финансовое положение, регулирующее взаимоотношения сторон. Особо важное значение мы придаем положениям, которые регулируют изменения, прекращение и досрочное расторжение договора. Об этом придется сказать отдельно, даже в нашем небольшом вебинаре, поскольку это основной, такой болезненный, что ли, момент договорных отношений, конфликтов, споров, которые возникают между предпринимателями, и требует особого внимания эта часть. Далее, в любом договоре есть положения, которые определяют ответственность сторон за нарушение договора, и мы будем прорабатывать систему защитных механизмов, мер, которые будут гарантировать законные интересы всех участников. Срок вступления в силу договора – важнейший фактор. Именно с момента вступления в силу, с данного срока, стороны приобретают свои права и получают необходимость исполнять свои обязанности. Так что здесь тоже мы должны понимать, прорабатывать данную часть, чтобы с последствиями исполнения была полная ясность. Срок действия договора – очень важный фактор, поскольку нам надо понимать, что мы определяем в договоре те правила поведения, которые стороны осуществляют, пока договор действует. Но достаточно часто, распространенно мы с вами встречаем ситуацию, когда срок договора истек, а отношения сторон длятся, продолжаются по каким-то причинам. И нам в этом случае также надо понимать, какими нормами, какими правилами будут регулироваться такие отношения после того, как договор свой срок исчерпает. Форс-мажор – те обстоятельства, которые стороны не могут ни предвидеть, ни предотвратить. Это и техногенные катастрофы, и природные катаклизмы, и, возможно, общественные, социальные явления, которые нельзя отрегулировать, и которые напрямую действуют на возможность исполнения договора. Мы эту часть тоже, конечно, в договор включаем, так как это обычай делового оборота у нас такой. Далее порядок разрешения споров. И мы с вами рассмотрим, почему этот пункт важен, какие он порождает последствия, насколько для нас будет актуальным и нужным, так сказать, настаивать на том, чтобы все споры разрешались по местонахождению именно нас, как стороны по договору, что нам это даст, какие преимущества мы здесь получим. Рассмотрим с вами эту часть также. Ну и, конечно, реквизиты и подписи сторон, которые необходимы всегда, когда мы говорим о договорных отношениях. Срок действия договора. Условие очень важное, как мы с вами уже упомянули. Он должен быть очень четко продуман, обоснован и установлен договором. Но как нам действовать в ситуации, когда возникает необходимость расторгнуть договор до срока его окончания? Ведь это достаточно тоже часто встречается в деловой практике. У нас очень много экономических факторов, которые делают бизнес весьма нестабильной сферой. Меняются цены на разнообразные исходные, комплектующие, энергоносители и тому подобное. Меняются какие-то иные экономические условия. Подчас выполнять договор становится просто невыгодно одной из сторон. Как быть в таком случае? И здесь я должна вам напомнить, что договорную сферу у нас регулирует Гражданский кодекс, в котором есть статья 310, которая содержит положение о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. Поэтому в любом случае в предпринимательской сфере, в бизнесе мы попадаем в ситуацию, когда у нас особого выбора нет. Или мы при желании досрочно расторгнуть договор, получаем согласие от нашего партнера, и тогда нам действительно это удается. Или мы попадаем в ситуацию, когда нам надо выходить из положения, основываясь на нормах закона. В одностороннем порядке расторгнуть договор мы не можем, если в самом договоре не прописаны соответствующие положения и условия. Поэтому самое важное, самое острое, что ли, такое внимание у нас должна вызвать именно эта часть договора, когда мы его готовим к подписанию. Мы должны определиться, при каких условиях, при наличии каких обстоятельств, каким образом стороны могут досрочно прекратить свои договорные отношения. Здесь нам надо подумать, конечно, о финансовых потерях и о правовых рисках и последствиях. Эта часть крайне важна. В обязательном порядке она должна быть проработана договором. Потому что, если такой порядок договором у нас не установлен, и если наш партнер не согласен досрочно расторгнуть договор, мы попадаем в ситуацию, когда сделать это можно, только обратившись в суд. В суде придется доказывать, что сложилась ситуация, в силу которой мы не можем договор исполнить. Нам надо будет представить суду существенные обстоятельства, проанализировать их и доказать, которые мешают, не позволяют нам исполнить договор. Неважно, в силу каких обстоятельств такая ситуация возникает. Может быть, это поведение нашего партнера, это потребует также доказательств, может быть, это экономические факторы, как мы с вами говорили, тоже придется доказывать. Может быть, это какие-то иные обстоятельства, существенным образом влияющие на возможность исполнения обязательств по договору. В любом случае должна быть очень четкая, жесткая доказательственная база, потому что суд может и отказать стороне, которая желает расторгнуть договор, в том случае, если доводы ее не будут убедительны, не будут существенны и не дадут ясного и четкого понимания о том, что договор дали исполнять невозможно. Вот поэтому хочу ваше внимание особо обратить на такие важные позиции, как досрочное расторжение договора, потому что это самая, пожалуй, рискованная часть договорной практики, самая ее сложная часть. Надо заранее готовиться к подобным обстоятельствам, вооружаться, использовать все инструменты, которые у нас в законодательстве есть. Далее мы с вами рассмотрим в нашем курсе неотъемлемые части договора, потому что сам по себе договор – это лишь намерение сторон, это лишь какие-то на будущее прописанные условия и порядок, а подтвердить фактическое исполнение договора нам помогут иные документы, разнообразные приложения, протоколы, акты, которые будут как раз свидетельствовать о том, что все отношения состоялись в реальной жизни. Если мы вносим изменения, если мы хотим какие-то новые положения в наш договор включить, мы это все делаем через дополнительные соглашения. У них есть тоже необходимые правила, которые нужно соблюдать при их составлении. Также есть иного рода документы, которые нам позволяют подтвердить состоявшиеся договорные отношения. Мы их должны рассмотреть каждому договору. Это свой комплект, свой набор. Данные документы также дополнительные носят такой важный характер, так как и в налоговой сфере они играют свою значительную, очень решающую роль, когда речь идет об уплате налогов. Ну и отдельное направление подготовки дополнительных документов – это документы, позволяющие доказать неисполнение либо недолжное исполнение условий договора. Мы тоже, конечно, отдельно поговорим о таких документах, так как они для нас очень серьезную и важную роль будут играть. Какие договора в нашем курсе мы с вами будем рассматривать? Ну, естественно, основные виды договоров, которые необходимы в предпринимательской сфере и чаще всего встречаются – договор поставки, когда речь идет о товарах, договор подряда, который регулирует производство работы, передачу результата работ, договор оказания услуг, конечно, который охватывает всю сферу услуг предпринимательских, достаточно большую, достаточно разнообразную, которая вот также в бизнесе крайне такое важное глобальное направление деятельности предпринимателей. Далее мы рассмотрим договора аренды. Наверное, каждый предприниматель так либо иначе сталкивается с арендными отношениями, без них невозможно, пожалуй, обойтись в этой сфере. У договоров аренды есть целый ряд своих особенностей, очень важно. И вот здесь понимание нам необходимо будет достичь, во всем разобраться. Смотрим мы договора займа, они тоже неразрывно с бизнесом у нас связаны, нам необходимы в жизни наши последствия. Договоры взаима очень важны, крайне важны бывают для предпринимательской структуры. Также договора комиссии мы смотрим, тоже такая достаточно распространенная предпринимательская деятельность в этой сфере. И договора о совместной деятельности. У них достаточно сложная судьба, у этих видов договоров, но они бывают крайне для бизнеса полезными. Поэтому нам тоже надо будет разобраться, увидеть, понять, на что обратить внимание, какие особенности в таком виде договоров у нас имеются. Все договора мы анализируем, прорабатываем, рассматриваем с точки зрения предмета договора, чего мы хотим достичь, какого результата, необходимых условий, с которыми результат неразрывно связан. Это может быть и наименование, и какие-то определенные характеристики, параметры, количество, объемы, качество и сроки исполнения товаров, работ, услуг. Это обязательно часть, которая связана с выявлением и устранением возможных недостатков. Так как данный вопрос также очень остро в бизнесе у нас заявлен, частенько мы с этим в договорной сфере сталкиваемся, вопрос о конфиденциальности, вопрос о привлечении иных лиц для исполнения условий договора, тоже все это мы обязательно смотрим для каждого из видов договоров. Далее рассматриваем в полном объеме права и обязанности сторон договора с точки зрения не только их объема, не только их наполнения, но и взаимодействия сторон между собой, согласованности действий между собой, предоставления информации взаимного, которая в договорной работе будет крайне необходима. Тоже такой достаточно острый между сторонами может вызывать противоречие в этом как раз регулировании. Промежуточный и окончательный контроль за исполнениями условий договора, полномочия сторон в этом вопросе, объемы, возможности. Отдельно говорю об ответственности сторон за нарушение условий договора, так как мы будем с вами выбирать, в каком из видов договоров нам с вами выгоднее применить штраф, где нам необходимо применить неустойку, где нам иное какое-то взыскание либо какую-то иную защиту своих прав прописать в договоре, использовать как гарантию для сохранения своих коммерческих интересов. Очень важную часть будем выбирать, рассматривать, сравнивать и, естественно, опираться именно на практическую реализацию данных норм. Далее обсудим момент перехода права собственности на результат по договору, будь то товар, будь то результат выполненных работ, либо результат оказанной услуги. Также важный фактор, не правда ли? Потому что с какого момента заказчик, с какого момента покупатель приобретает данное право, и когда его утрачивает вторая сторона по договору. Очень много, во многом это влияет на объем обязанностей сторон. Так что нам необходимо будет в договорной своей работе этот вопрос четко проанализировать. По каждому договору мы составляем необходимые дополнительные документы, которые неотъемлемой частью договора являются и нам понадобятся. И повторяюсь, каждый договор рассматриваем с точки зрения налоговых последствий, потому что очень они могут быть различными в зависимости от того, какое наполнение правовое договору мы с вами дадим. По системе защитных мер также несколько поподробнее я хочу остановиться, так как это важнейшая часть и очень болезненные, вызывают иногда такие переживания у предпринимателей. Поэтому систему защитных мер, систему мер ответственности мы, конечно, прорабатываем со всей тщательностью. Во-первых, она должна отвечать требованиям закона, которые каждому виду договора свои, это надо помнить. Далее, они полностью, защитные меры, зависят от того, какие полномочия представителей сторон у нас в договоре заявлены и какие мы с вами, участники договора, предприняли усилия для того, чтобы проверить своего контрагента. Мы на нашем семинаре обязательно будем говорить о таких понятиях, как должная осмотрительность, как добросовестность участника хозяйственного оборота, потому что в последнее время это очень актуальные темы, очень актуальные вопросы именно в сфере своих, в защите своих интересов, в сфере возможных потом судебных разбирательств, каких-то конфликтов, нам крайне важно соблюдать вот эти достаточно новые правила. Далее, мы четко согласуем предмет договора и существенные условия договора, чтобы не допустить внутренних противоречий, которые достаточно часто в договорах наши встречаются. Мы прорабатываем полный объем прав и обязанностей для каждой из сторон договора, чтобы не было у нас неоправданных ожиданий, чтобы не было у нас неисполненных обязательств, чтобы не было у нас неожиданных поворотов в нашей договорной практике. Поэтому так же все делаем заранее. Мы, конечно, продумываем с вами гарантии исполнения условий и меры по взысканию, которые помогут нам в случае неисполнения таких гарантий своей компенсации получить. Мы прогнозируем риски. Мы рассматриваем, когда анализируем договора и составляем, рассматриваем самые такие вот уязвимые, что ли, места предпринимательской работы для того, чтобы их укрепить, для того, чтобы минимизировать, снизить такой риск. Мы смотрим на правовые последствия каждого вида договора, так как очень часто бывает, что предприниматели просто не обращают внимания, не продумывают данную часть, а она крайне важна. Механизм реализации санкций также важен. Я думаю, каждому хочется понять, как он будет взыскивать со своего партнера свою упущенную выгоду, свой ущерб, иные какие-то возможные потери. Каким образом это может состояться, в какие сроки и при условии таких доказательств. Вот тоже этот вопрос, конечно, в сфере наших интересов. Далее к системе защитных мер мы относим заключение договора, момент его, дату и окончание срока действия договора, поскольку, повторюсь, именно в рамках договора у нас с вами есть полномочия, есть возможности регулировать защитные свои меры. Состав необходимых документов нам поможет и подтвердить состоявшиеся отношения, и наоборот, подтвердить неисполнение, не должное исполнение договора. Все дополнительными документами мы будем подтверждать и формировать таким образом свою доказательственную базу. Вот такой у нас подход, вот такой у нас анализ. Конечно, наша задача будет с вами не доводить ситуацию возможного конфликта до судебного разбирательства, сделать все возможное для того, чтобы разобраться на уровне досудебного урегулирования с помощью претензий, с помощью специального вида такой, урегулирования преддоговорных споров, положений и норм специальных, которые в законодательстве есть, мы тоже с вами попробуем договориться, попробуем все конфликты, остроту их снизить, добиться необходимых положительных решений в свою пользу. Конечно, наш семинар предполагает и практическую часть. Каждый из участников будет составлять свой договор, определять его предмет, формировать права и обязанности сторон, необходимые для того, чтобы этого предмета достигнуть, согласовывать существенные условия, прорабатывать свои защитные механизмы, понимая, как они будут работать, как они будут интересы всех защищать, разбираться с составом необходимых дополнительных документов для каждого из видов договоров, выбирать способ признания исполнения договора, для того, чтобы при его завершении четко и ясно было возможно подтвердить, что все обязательства по договору исполнены. Ну и работать, конечно, с добросовестностью контрагента, то есть все свои обязанности в этом отношении также надо будет исполнить и, так сказать, представить, защитить свою позицию, объяснить свою позицию, обосновать свою позицию эффективного, такого правильного, грамотно составленного договора. Мы все наши договора снабжаем примерами, все из живой практики, из судебной, это и моя личная практика, и практика моих коллег, и все те интересные, такие непростые, достаточно судебные дела, с которыми можно ознакомиться через базы наших арбитражных судов. Все очень интересно, повторяю, можно будет на конкретных примерах рассмотреть, обсудить, как решаются конфликтные ситуации, какая из сторон, так сказать, с большей эффективностью добиваются своих целей. Мы все с вами просмотрим, проанализируем, увидим. В общем, эту часть, наши слушатели, эту часть занятий всегда с большим интересом, так сказать, приветствуют, принимают участие в таких обсуждениях. Ну, и я хотела бы привести вот такой небольшой пример, который, надеюсь, проиллюстрирует, насколько важны правильно поставленные договорные отношения в бизнесе, в бизнес-практике. Привожу вам постановление Федерального арбитражного суда 2011 года по следующей ситуации. В обосновании исковых требований истец ссылался на то, что по акту приема-передачи он передал ответчику автогрейдер, то есть большое и весьма дорогостоящий такое, весьма дорогостоящее оборудование. В последующем истец неоднократно обращался с письмами к ответчику с просьбой подписать договор купли-продажи данного оборудования и, конечно же, его оплатить. И вот, посмотрите, пожалуйста, как интересно развернулась ситуация. Отвечик от подписания договора отказался, переданный автогрейдер не оплатил и утверждал, что передача носила безвозмездный характер. Истец обратился в суд. Ответчик в суде не признал требования истца, сослался на то, что истец не может представить доказательств, которые бы подтвердили обязательства ответчика, которые возникают из договора купли-продажи. То есть, прежде всего, обязательства по оплате. В соответствии с пунктом 1 статьи 485 Гражданского кодекса, да, действительно, покупатель обязан оплатить товар по цене, которая предусмотрена договором купли-продажи. Такого договора между сторонами заключено не было. Другие доказательства, которые бы подтвердили факт наличия обязательств, также не мог представить наш уважаемый истец. Не было ни задолженности по оплате подтверждений для нее, ни каких-либо иных документов, на которые можно было бы опираться в суде. Суд принял решение в пользу ответчика и указал в своем решении именно на то, что истец не предоставил соответствующих подтверждающих документов, на основании которых суд мог бы сделать вывод, что между истцом и ответчиком возникли отношения договорные, отношения купли-продажи. Вот такая печальная история, но на мой взгляд очень характерная, очень ярко иллюстрирующая как раз необходимость четкой и своевременной подготовки договора для любой хозяйственной операции, для любой сделки. Иначе риск будет очень и очень серьезным. Ну, что я хочу сказать в заключение. Наш курс, конечно же, уникальный, наша информация самая актуальная, она практически вот из зала суда, можно и так выразиться, и мы в нашей информации, в материалах нашего курса всегда включаем самые последние, самые интересные практические дела, примеры, разработки, актуальные тенденции, которые сейчас в обычаях делового оборота в деловой практике существуют. Поэтому приглашаю вас уверенно, что подчеркнете много необходимых знаний, будет интересно, будет здорово. Именно эффективную защиту мы на нашем семинаре ставим своей главной задачей научиться грамотно пользоваться всеми положениями закона, всеми нормами закона, которые помогут нам свои коммерческие интересы защитить, так как безопасность бизнеса это самая главная наша задача, самый главный наш принцип. И курс данный, курс по договорной работе, также он построен именно с учетом такой вот глобальной цели. Место данного курса, оно в блоке наших программ для предпринимателей занимает свое достойное место, хочу вам сразу сказать, что нет необходимости дополнительно первоначально проходить какие-то иные курсы, вы можете прийти именно на курс, посвященный договору и, так сказать, получить всю необходимую информацию, но в том случае, если вы прослушали наш курс, как открыть свое дело, вам, конечно, будет возможно, так сказать, ваши возможности расширятся, будут больше, объемнее, так какие-то изначальные знания, какие-то базовые вещи, мы на данном курсе обсуждаем. Тоже касается специальных налоговых режимов для малого бизнеса, как мы уже сказали, в данном курсе много будет вопросов, связанных с налоговыми последствиями договора, как сделки, как хозяйственные операции, и знания в налоговой сфере только помогут, только дадут дополнительную безопасность, дополнительную уверенность правильности своих действий. Ну и, наконец, курс права для предпринимателей, в котором мы рассматриваем разные правовые аспекты деятельности, предпринимательской деятельности в бизнесе, он тоже замечательно с данным курсом, с договорным курсом сочетается, кое-что будет уже знакомо, о чем-то мы уже на этом курсе говорили, в общих, естественно, чертах, и те, кто его посещали, они смогут углубить свои знания, сделать их такими, в общем, достаточно уже базовыми, масштабными, надеюсь, поможет вашей предпринимательской работе. Вот в целом то, что мы должны были обсудить с вами сегодня. Пожалуйста, ваши вопросы присылайте, я на них сейчас буду отвечать. Хочу вам сказать, что данный курс, курс, посвященный договорной работе, минимизации рисков в предпринимательской сфере, он начинается 3 мая ближайший. Вообще, такие курсы у нас ежемесячно практически проходят. Пожалуйста, я вас приглашаю. Ближайший, повторяю, 3 мая на нашей площадке. Пожалуйста, ваши вопросы. Ваши вопросы пишите. Так, посмотреть предыдущие слайды презентации. Да, конечно, друзья мои, кто может быть опоздал или не сразу подключился, все слайды записывает сейчас наша техническая служба, и вы в полном объеме сможете получить к ним доступ. Пожалуйста, связывайтесь с техниками, они вам все подскажут, как сделать. Пожалуйста, ваши вопросы еще. Ваши вопросы еще, пожалуйста. Отсутствует звук, да, мне техник сказал, но все получилось. Так что в записи, опять же, Ирина, на ваш вопрос отвечаю, не сразу был звук. Для вас в записи сможете все услышать от начала до конца. Запись у нас полная и вся со звуком. Пожалуйста, дорогие друзья, пожалуйста, ваши вопросы слушаю, задавайте и приходите заниматься. Буду рада всех видеть. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok